Всем привет! Вращающийся резерв. Что это такое? Зачем он вращается? Для чего он нужен? Сегодня я вам об этом расскажу. Поехали! Итак, когда я говорю вращающийся резерв, я сразу же вспоминаю своего доцента из универа, на лекциях которого мы даже не пытались смотреть в окно, думать о девушках и весне, потому что он рассказывал так интересно, что мы слушали только его. А чё сидишь, д***ь? Не мог сказать раньше тут? Пять минут, д***ь! Я попытаюсь сегодня повторить его подвиг и рассказать вам интересно о довольно скучных вещах на серьёзных щах. Да, это тоже фраза того препода. Так вот, вращающийся резерв в энергосистеме. Представим автобус. И зададим его необычное свойство. Автобус едет и не должен останавливаться. Едет он со скоростью 50 км в час. Да-да, вы помните, да. Скорость не меньше 50. Если вы снизите скорость, автобус взорвётся. В автобусе есть несколько двигателей. Они соединены все между собой и крутят общий вал, который вращает колёса. В автобусе сидят пассажиры. Если автобус будет ехать быстрее, чем нужно, то будут выходить из строя двигатели. И он в конце концов разрушится и остановится. Если он будет ехать медленнее, чем 50 км в час, пассажиры будут терпеть убытки. Ну вот зададим ему такие свойства. Вот так вот будет. Что у нас получается? Едет этот автобус, и вдруг внезапно выходит один из двигателей из строя. Чтобы сохранить прежнюю скорость, нужно либо поддать газку на оставшиеся двигатели, либо выкинуть кого-то из пассажиров из автобуса. Чтобы ему стало легче ехать, и он не снизил скорость при меньшем количестве двигателей. Есть ещё вариант. Например, пассажирам организовать педальки. И когда двигатель выходит из строя, они резко раз и на педальки подсели. И, конечно, сохранили скорость. При этом не потерпели убытки и не вышли из строя оставшиеся двигатели. Ну вот такая аналогия. Перерывчик. Шпору надо посмотреть. А теперь вернёмся к энергосистеме. Она и есть наш автобус. В ней работает много энергоблоков, двигателей. Все они работают с частотой 50 Гц. Если же эту частоту превышать, то, ну, скажу так, в общем, начнёт выходить из строя оборудование тех же энергоблоков. Если частота будет снижаться, это тоже очень плохо. За снижением частоты последует отключение одного блока, потом второго, третьего. И будет такое явление лавина частоты. Об этом мы расскажем отдельно. Будет отдельное видео про лавину частоты. Так вот, получается, энергосистема, наш автобус, который движется с частотой 50 Гц. Если же какой-то блок отключается, то, чтобы сохранить эту частоту, представляете, всем остальным генераторам становится тяжелее работать. И они начинают замедляться. Так вот, чтобы они не замедлялись, в энергосистеме должен быть вращающийся резерв, то есть генераторы, которые вращаются, просто им надо поддать газку, как с нашим автобусом. И тогда частота 50 Гц будет постоянно и стабильна. Скорость не меньше 50 миль в час. Понял? Так вот, в энергосистеме нужно иметь вращающийся резерв, который в любой момент времени подхватит выбывший из строя генератор, и частота останется неизменной. А у зрителей возникает ряд вопросов. Почему этот резерв должен быть вращающимся? Ну, почему нельзя держать в холодном резерве? Ну, например, остановленный энергоблок стоит, понадобилось ввести его в работу, кнопку нажали, включили, все заработало, заискрило, пошел работать. Э, нет. За одну минуту, две, три, не заискрить, не заработает. Для пуска энергоблока из холодного состояния нужно 6-8 часов. Газотурбинные установки пускаются быстрее. Есть газопоршневые агрегаты, которые тоже быстрее. Мы их пока не трогаем. Мы говорим о классических энергоблоках тепловых электростанций. Чтобы их запустить, требуется большое время. Поэтому в качестве резерва холодного их можно держать, но нужен горячий резерв, вращающийся, который буквально за секунды, ну, за минуты, подхватит необходимую мощность и даст возможность не перегрузиться другим генераторам. Резерв должен быть вращающимся. Возникает второй вопрос. Какой величины должен быть этот резерв? Здесь все просто. Согласно сложных теорий устойчивости энергетической системы, я вам выведу простой итог из этих всех теорий. Вращающийся резерв должен быть величиной равной мощности самого крупного энергоблока системы. Если у вас, например, куча электростанций, среди них есть энергоблоки с единичной мощностью, тоже 100, 200, 300 мегаватт или 500, то вращающийся резерв должен равняться мощности самого крупного энергоблока. Привожу пример Республики Беларусь. В настоящее время самый крупный энергоблок в Беларуси это до недавнего времени был блок мощностью 400 мегаватт. Но с вводом беларусской атомной станции самый мощный блок равняется мощности 1200 мегаватт. Поэтому в энергосистеме нужно держать вращающийся резерв мощности 1200 мегаватт. Применительно к Республике Беларусь. В Российской Федерации и Украине есть соответствующие тоже блоки, которые единичной мощности и большие. И резерв должен равняться в энергосистеме этой мощности. По ссылке в описании вы сможете посмотреть статью мою на эту тему, почитать вдумчиво, скинуть друзьям, подготовиться к сдаче экзамена или зачета. В каком бы институте, на каком бы энергетическом факультете вы не учились. Желаю всем удачи на экзаменах, халявы на сессии и, конечно же, самых лучших знаний. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Я был рад вам рассказать очередной энерголюбез. Всем пока!